Молдовы по эстетической гимнастике Денис уже раскрыл часть карт Давайте действительно поговорим о чемпионате Молдовы Это грандиозное событие И хоть мы не первый год слышим об эстетической гимнастике О чемпионате мы говорим впервые Только сейчас удалось организовать Сколько усилий пришлось для этого приложить? Да, на самом деле очень много Долгих 7 лет мы прикладывали усилия к развитию эстетической гимнастики У нас в Молдове шли к этому грандиозному событию Как чемпионат Республики Молдова Мы его провели, слава богу, у нас все получилось Много выступающих было, было около 150 участвующих Самая младшая возрастная категория было 4-6 лет Вот у нас сегодня тоже сидят в студии детки 4-6 лет, это самые маленькие, самая младшая возрастная категория в этом виде спорта Ну вот 7 лет, но почему же все-таки не организовать было этот чемпионат чуть пораньше? Потому что, в принципе, насколько я понимаю, для детей это тоже имеет большое значение Либо это многоэтапный период и необходимо совершить все эти этапы и дойти до этого чемпионата Да, совершенно верно, это многоэтапный период Во-первых, это обучение Самое главное, это правильное, качественное обучение как тренеров, так же и судей Потому что у нас были квалифицированные национальные судьи, которые судили этот вид спорта Да, вот Затем образование самих деток За месяц, конечно, не успеешь много сделать За год тоже не совсем успеешь И, конечно же, это нужно 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет, чтобы вывести на хороший уровень команду, чтобы можно было уже выступать Вы сказали, что было около 150 участников Это ведь не только столица, да? То есть со всей Молдовы съехали спортсмены? Да, со всей Молдовы съехали, да Приднестровье тоже очень большие любители эстетической гимнастики Они тоже привезли свои команды, которые тоже соревновались С Кишинева участвовало три клуба у нас У нас было 5 возрастных категорий Это 4, 6, самые младшие 6, 8, 8, 10, 10, 12 и 12, 14 Уже остались возрастные категории, такие как кандидаты, мастера спорта Но это уже, надеюсь, в следующем чемпионате мы представим взрослые команды, где там 16 лет, 20 лет девочкам Ну а вот насчет этапов соревнований, как они проходили Насколько мы знаем, что по-моему, самого чемпионата Молдова был еще и фестиваль Ежегодный фестиваль, да, ежегодный фестиваль по эстетической гимнастике То есть мы в течение многих лет проводили ежегодный национальный фестиваль В этом фестивале участвуют все желающие, которые занимаются эстетической гимнастикой Судейства нету Сейчас стали любители Любители показывают свои номера, свои упражнения, свое мастерство А уже в чемпионате республики выступают только профессионалы Вы ждали тех результатов, которых добились или наоборот, может быть, результаты превзошли ожидания С учетом того, что на студии сегодня сидят чемпионы Молдовы Да, да, на самом деле превзошли все ожидания Мы очень довольны проведенным чемпионатом республики У нас есть наши чемпионы В возрастной категории как 4-6, которые у нас сидят в студии Самые маленькие детки, да, по 5 лет девочкам Затем у нас 5 золотых медалей мы выиграли Это также возрастная категория у нас Глория стиль, Глория сальса и Глория кэтс Кэтс, да? Кэтс, да Котята маленькие Оксана, ну мы хотели бы еще даже уточнить насчет родителей Потому что, ну, среди спортсменок, я уверен, были переживания, были волнения В связи с чемпионатом Молдовы, да, в принципе, на любых соревнованиях переживания присутствуют А вот родители, насколько сильно они переживают И как, может быть, их переживание усмирить или, может быть, как-то помочь им преодолеть это? На самом деле родители должны поддерживать своих детей, своих спортсменок В тренировочный процесс, конечно, лучше не... Не впускать их, да? Не впускать их, да Там полностью занимается всем тренер Тренер, хореограф, да А вот дома поддержать своего ребенка Объяснить, что он должен ответственно относиться к своему виду спорта Должен ответственно относиться к работе, должен стараться, где надо потерпеть, где надо, наоборот, улыбнуться, показать всю красоту гимнастики Это, конечно же, поддержка родителей Ну, вообще, слово ответственность, оно присуще в вашем подопечном? Потому что очень часто детишки, ну, не только в раннем возрасте, но сегодня очень много различных забав, которые можно... Ну, которые завлекают детей И дети не очень, может быть, любят проводить время на спортивных площадках и вообще спортивных залах Ответственны ли ваши детишки? Или все-таки это сложный процесс? Я считаю, что наши дети ответственны, потому что это первое, чему мы обучаем детей, это дисциплина Дисциплина во всем, как по отношению к тренировке, по отношению к себе, то есть каждый должен вырабатывать в себе дисциплину Чтобы он знал, что вовремя просыпается, определенную пищу кушает, идет на тренировку На тренировке ответственно относится к своей работе и уже, конечно, получает результат То есть с 5-6 лет это уже по сути работа, с 4-х, да? Я бы хотел, чтобы вы продемонстрировали медали, за которые боролись наши гости и, в принципе, участницы все Да, которые боролись, это вот медальки первого места, да, которые наши получили детки Кубок Это кубки все тоже, которые принимают участие, да? Кубок, кубок Компионату Републичи Молдова, где джимнастика и эстетика, локументы Это команде вручается, да? Это команде кубок, да, медали каждому ребенку, кубок команде и дипломы, дипломы, которые тоже вручаются Оксана, скажите, вот сейчас уже летние каникулы, многие детки, наверное, может быть, родители думают, чем занять детей во время летних каникул Можно ли посетить вашу школу и, может быть, идут наборы Стоит ли летом, может быть? Да, наборы, проходят наборы или в осеннее время больше? Да, у нас проходят летние наборы, для профессиональных команд у нас проходят сборы на море То есть они выезжают, тренируются на свежем воздухе, на море, загорают, совмещают полезное с приятным А для тех деток, которые остаются здесь у нас в Кишиневе, у нас открыты специальные группы летние Где они обучаются также гимнастике, хореографию изучают и, конечно же, ходят дисциплинированно на тренировки В общем, вместо того, чтобы проводить время за компьютером или у телевизора целый день, лучше все-таки на тренировке Оксана, мы знаем, что сейчас, после небольшой паузы, мы увидим выступление Это то самое победное выступление, да? Да, это то самое победное выступление, которым они завоевали свое первое место на чемпионате республики Это вот гордость будущего нашей страны, нашего гордость Глория Китц В возрастной категории 4-6 лет Сразу после короткой паузы мы и посмотрим это выступление КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Once upon a December, someone holds me safe and warm Horses prance through a silver storm Figures dancing gracefully across my memory Horses prance through a silver storm Figures dancing gracefully across my memory Far away, long ago, glowing dim as an ember Things my heart used to know Things it yearns to remember And a song someone sings Once upon a December Things my heart used to know It was the team Gloria Kids Things my heart used to be And a champion of Moldova We also met with President of the Federation of Moldova And with Окsana Michalichuk She told us how to prepare them And how to prepare them And how to prepare them And how to prepare them